Здравствуйте! Меня зовут Вера и я рада всех приветствовать на своем канале Моя Тепличка. Я живу на Смоленщине. Я хочу с вами поговорить, вот каким я буду пользоваться удобрением. Уже начинаем мы работу в саду, потихоньку он настаивает снег, погода немножечко восстанавливается, и я начну обрабатывать свои деревья от мха и лишаника. Вот это первонаперво, что я сделаю. Я их, знаете, как побелю, разведу железный купорос с глиной и побелю все свои деревья. Следующее, что я хочу сделать для своих косточковых, как говорится, деревьев, это, конечно же, их нужно подкормить. Ранней весной, вот как только сошел снег и земля прогрелась, ну, примерно на 5-10 сантиметров, нужно обязательно внести железный купорос. Знаете, многие вот жалуются, все стояло у нас слива вся в цвету, яблоня, вишня, а потом раз и нет никакого урожая. Наши деревья сбросили как будто бы цвет, и вот чтобы впоследствии наши косточковые деревья не сбросили цвет, нам нужно обязательно им дать железный купорос, обязательно, без разговора. Он не настолько дорого, это удобрение стоит, чтобы нам пожалеть и впоследствии остаться без урожая. Мы же думаем, как, посадил и забыл. Нет, растения нуждаются, чтобы мы за ними, как говорится, ухаживали и давали им то, в чем они нуждаются. Поэтому обязательно внесите железный купорос, не пожалейте. Под молодые деревья, вот яблоньки, сливы, да, там три года им, по кроне, вот как они раскинули свои ветки, по кроне, как говорится, нашего дерева по периметру, не под ствол, а по периметру, мы вносим под молодое растение где-то одну столовую ложку, ну где-то 20 грамм, скажем, да. Можете зарыхлить, сейчас погода у нас такая, можете не зарыхлять, а кто вот более в теплых регионах, там зарыхлите и пролейте, как говорится. Под более взрослые такие деревья, плодоносящие, вы уже вносите где-то 50-70 грамм железного купороса. И точно так, либо зарыхлили, либо оставьте так. И вот чтобы нам, как это вот говорить, чтобы нам остаться вот именно с хорошим урожаем впоследствии до цветения, обязательно внесите железный купорос. Или все, мы, как говорится, будем потом по одному, два яблочка снимать и грешить на то, что это были возвратные заморозки, что это вся проблема из-за них. Вот ударило, как говорится, морозом, и нет никаких у нас, как это, ни яблок, ни слив. Нет, в то же время вы не внесли железный купорос, вы не защитили свое дерево, вы не подкормили, вы ничего ему не дали, а ждете богатого урожая. А вот чтобы быть нам с хорошим урожаем, не пожалейте, внесите купорос.